Приветствую вас, братья и сестры, дорогие друзья, любовью к Господу нашего Иисуса Христа. Ему единому пусть будет слава. Это, в принципе, не какие-то, знаете, дежурные слова. Это то, какое должно быть наше биение сердца. Что бы ни происходило, мы должны видеть в том, что Бог действует через нас. Вот сегодня я хочу говорить о том, как Иисус Христос, какую роль Он играет в том, чтобы преображать нашу жизнь. Чтобы делать ее более похожей на ту, которую Он хочет, чтобы она у нас была. Многие рассматривают христианскую жизнь как, ну, как, вы знаете, вот, нужно много чего хорошего делать. Я, конечно, стараюсь, но не всегда получается. Иногда это в тягость. А я хочу сегодня заострить наше внимание и показать то, что это не в тягость. Это, в принципе, то, как мы сделаны. И если мы живем вот в унисон тому, что Бог присмотрел для нас, то это и есть настоящая жизнь. Я на выходных услышал одну очень интересную такую народную притчу о загробном мире. Мне кажется, она подходит к тому, чтобы сейчас ее упомянуть. Пожилая пара, мужчина и женщина, попали на небеса, идут по раю и восхищаются. И женщина говорит, смотри, какое дерево. А муж идет и ничего не говорит. Идет, смотри, какие животные. А муж идет и ничего не говорит. Еще такой хмурится, хмурится. Ну, посмотри, какое сияние, город. Тебе что, не нравится? Он говорит, да нравится. Я вот думаю, что я бы лет 15 назад здесь уже мог быть, а ты съешь овсянку, съешь овсянку. Народное представление о загробном мире. И почему я его сегодня привел? Потому что, как бы оно ни звучало смешно, это на самом деле грустно. Потому что оно отражает то, что люди не до конца понимают, что такое Бог, как с ним жить в этом мире и что нас ожидает в будущем. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы разобрались, и чтобы таких вот историй, каким бы веселыми они ни были, они наталкивают нас все-таки на правильное отношение к жизни. Давайте помолимся. Давайте встань. Иисус Христос, Господь наш, мы благодарим Тебя и славим Тебя за все доброе, что Ты сделал в нашей жизни. Благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, нашему Спасителю. Благословения просим Тебя на наше изучение, наше общение. Во имя Господа наше просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Напомню вам, что я взял на себя такую задачу прочитать вместе с вами первое послание Иоанна. Иоанн, как говорится о нем в Евангелии, от Иоанна, правда, был любимым учеником Иисуса Христа. А я думаю, что это действительно было так. Иоанн, который знаменит своей фразой «Бог есть любовь». Иоанн, который написал Евангелие, которое отличалось от других всех Евангелий. Иоанн, который прожил дольше всех апостолов, который перенес гонения. И, ну, в общем-то, у него есть опыт и молодой жизни с Христом. И Христа он видел. И гонения он пережил. И епископом больших церквей был. И, в общем-то, человек большого опыта. И вот он написал несколько посланий, которые церковь относит к нему. Первое послание точно относит, второе и третье спорили, но теперь точно относит к тому, что я написал. И эти послания говорят нам о том, как жить со Христом. Мы уже читали первую главу и писали о том, что наша счастливая жизнь, на самом деле, она строится на правильном представлении о Боге. Кто есть Бог. Мы говорили о Боге, что это не слово, что Бог есть Творец, Бог есть Тот, кто действует в нашей жизни активно. Мы говорили о том, что счастливая жизнь зависит не только от правильного понимания Бога, но и от того, общаемся ли мы с Ним и общаемся ли мы друг с другом, с теми людьми, которые тоже общаются с Богом. Потому что Бог так усмотрел, чтобы мы общались друг с другом. Христианство не является религией индивидуальной. Это не религия одного человека. Нельзя испытать всю полноту Бога, оторвавшись от церкви. Да, некоторые люди уединяются и там переживают замечательное время с Богом и живут с Богом, но при этом они питаются учением, которое было создано всеми верующими во Христа. Они питаются молитвами, они питаются взаимоотношениями, то есть они живут как бы в этом теле. Нельзя отделиться и сказать, я не хочу ничего иметь общего с христианской церковью и жить счастливой жизнью. Когда я говорю о христианской церкви, я прежде всего говорю не просто о церкви Жерлона Дии, или о евангельском движении, или о баптистской церкви, или еще кому-то. Я говорю о всех верующих в Иисуса Христа, которые истинно в Него верили, о всех, кто жил, живет и еще будет жить, обо всем этом сообществе. Так вот, наше счастье заключается в том, чтобы иметь общение с этим сообществом, молитвенное, духовное, интеллектуальное. Иоанн говорит о том, чтобы мы это делали, чтобы мы этого не оставляли и жили счастливы. Следующий момент, о котором я говорил, что для счастливой жизни, Библия, кстати, не называет ее счастливой, потому что слово счастье не совсем отражает то, чего хочет для нас Бог. Счастье – это когда, ну, знаете, когда человек наелся, и он счастлив, потому что он чувствует удовлетворение от еды. Или человеку купили новую маечку, и он счастлив, потому что он чувствует удовлетворение от того, что он красивый. Или человек завоевал олимпийскую медаль, и он счастлив, потому что он увидел плоды своих взадок. Мы говорим, апостол Иоанн называет это радостью, и причем какой он радостью называет? Совершенной, то есть той, которую нельзя похитить, то есть та радость, которая не зависит от того, что у нас есть, чего нет, та радость, которую ты можешь испытывать и в самых тяжелых обстоятельствах, и в хороших обстоятельствах. Многие из нас сейчас, возможно, где-то отдыхали или еще поедут отдыхать, и вы знаете, в тех обстоятельствах приезжаешь, вроде бы все вокруг есть, а ты чувствуешь, что тебе чего-то, может быть, иногда не хватает, ну, может быть, всегда кому-то хватает, но чего-то не хватает, вроде все есть, а чего-то не хватает, и ты понимаешь, что тебе не хватает вот этого вот общения полной радости. Так вот, сегодня мы поговорим еще об одном аспекте вот таких вот взаимоотношений, радости и любви с Богом нашим, и поговорим о том, как они взаимоотносятся с грехом. Слово грех – вещь непопулярная в наше время. Мы не любим говорить о грехе, ну, потому что это неприятно. Знаете, недаром появилась такая пословица «заметать мусор под ковер». Что это значит? Ты намусорил, ты не хочешь с ним разбираться, ты поднимаешь ковер, заметаешь туда, вроде ковром покрыл, вроде все хорошо, мусор никуда не делся. Но я все равно, но я сделал вид, что все хорошо. Так же бывает и с грехом. Я вроде бы как бы сделал грех, потом я забыл о нем, оделся красиво, немножко одеколона, улыбнулся, пришел и со всеми разговаривал ласково, и в принципе как будто греха и нет. Мы не любим говорить о грехах. Более того, вспомните, что очень часто вызывает нас раздражение. Когда тебе кто-то близкий говорит, ты вот это делаешь неправильно. Почему неправильно? Потому что по Библии так неправильно. Это грех. А ты что, самый святой или что? Мы не любим, когда нам говорят о грехе. Общество не любит говорить о грехе. Это неприятная тема. Я вас уверен, что сегодня после того, как мы общаемся, тема станет приятной. Потому что нам откроет, здесь в послании Иоанна, открывается столько радости и милости после того, как говорится о грехе, что я думаю, что всем будет приятно поговорить о грехе. И грех станет менее приятным для нас. Ну давайте. Первая глава, 7 стиха. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не имеем, что не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдают, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божья совершилась, и из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Но, возлюбленные, я пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть Слово, которое вы слышали от начала. Аминь. Первый момент, который я бы хотел подчеркнуть. Апостол Иоанн пишет свое послание людям, которые имели определенный набор богословских утверждений, или, можно сказать, философских убеждений, или еще. В общем, эти убеждения двигали их по жизни, они строили свою жизнь вокруг этого. Вот одно из убеждений, оно становится очевидным из восьмого стиха. Они говорили, что не имеют греха. Но как человек может говорить, что у него нет греха? Но раз апостол Павел упоминает это, то очевидно, те люди, которым он пишет, они говорят, у меня нет греха. Ну, в то время были различные философские системы. Одна из них, например, говорила о том, что самое главное в человеке – это духовная часть. И вот эта духовная часть, она святая, она от неба, она божественна. И она временно живет вот в этом бренном теле. А тело – от низшего мира, от того, в котором находится, от видимого мира, от того, который иллюзией является, которым можно пощупать. От материального, мы бы сказали. И вот в этом мире, поскольку он низший, то и правила жизни здесь низшие. Но посмотрите на природу. Что делают животные? Отнимают друг у друга, нападают друг другу. Кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее, того и самка. И можно это делать как можно чаще и лучше. И что знать, что низшие животные? Они занимаются тем, что приносит удовольствие их низшей природе. Но вот та природа, которая настоящая, которых у животных нет, а у нас есть, она не такая. Поэтому, по сути, мы не грешны. А если мы и делаем что-то такое греховное, то это потому, что мы отдаем дань нашей земной природе. Искафа, что естественно, то и небезоправно. То есть можно делать все, что природа считает естественным. Но это в то время. В то время. А сейчас есть ли такое? И сейчас стало популярно думать о том, что вот эти вот религиозные убеждения, которые есть в Библии, правила морали, то, что здесь есть, это не совсем, но это какая-то, знаете, придуманная история. Это вот люди сами себе придумали, сами себя мучают. И иногда неверующие говорят, ребят, перестаньте себя мучить. Посмотрите, мир красив. Наслаждайтесь, пока живете. Что вы мучаете себя там, не ешь там, не пей, воздерживайся от каких-то вещей, не ругайся. Но если смачно ругнуться один раз, и это лучше отражает твое внутреннее состояние, то зачем себя сдерживать? То есть, природа говорит нам, и люди говорят нам. А мы почему-то говорим, нет, но все-таки надо, даже если мы не можем это преодолеть, но надо с этим бороться. И они говорят, они что-то на христианах говорят, вы такие мазохисты, которые удовольствие получают от того, что насилуют свою природу. Чего вы не живете по своей природе? Хочется тебе есть, ешь. Хочется пить, пей. Хочется еще чего-то, делай. Если ты можешь украсть, сделай так, чтобы тебя не поймали, и будет хорошо. В конце концов, кто герои нашего времени? Посмотрите, о ком пишут журналы, хроника, все остальное. Да, есть те, кто своим трудом, талантом заработали, пели, что-то делали, фильмы какие-то. Но это в основном не у нас. А у нас кто герои? Те, кто вовремя сел на поток и взял какие-то деньги, еще что-то делал. Вот они у нас герои, да? Мы же все восхищаемся не теми людьми, кто скромно живет себе посредством, там, да, там, ест картошку с селедкой, в лучшем случае. Мы восхищаемся чем? Олигархами. Какими-то депутатами, их машинами. Мы к этому стремимся. Часто не понимая, почему, собственно говоря, они все получили. Нет, это нормально стремиться к тем людям, которые своим трудом заработали. Ничего плохого в том, что у кого-то Бог благословил через труд. Нет. Но поймите, да, к чему мы стремимся. Это есть философия, которая обычна для этого мира. Люди говорят о том, что, ну, ребят, греха как такового нет. Мы не делаем ничего необычного. Как еще часто говорят? А на других, посмотрите, что они делают? Ну, кто враг себе? Ну, кто там не возьмет, если можно? Почему вы такие правильные, да? Более того, христиане часто дают повод для того, чтобы эту философию поддержать. У нас есть проповедники, которые ведут образ жизни не совсем правильный. И ведут себя, и, допустим, ничего плохого там, что если у него машина, там дом есть, ничего страшного. Но если ты понимаешь, что он, его вся проповедь и все остальное направлено на то, чтобы обогатиться, и ты смотришь на него, а что говорит мир? Так у вас в церкви ничем не отличаетесь. Вы живете так, как будто Бога нет. Вы живете так, как будто это не грех. Обманывать людей, собирать деньги и на них жить безбедно, в то время как другие люди бедно живут. И поэтому вот эта фраза, мы не имеем греха, она актуальна и сегодня. Да, сегодня люди более склонны говорить, ну кто из нас не грешник? Ну мы все грешники. А за этим что дальше следует? Я такой, как все. Что вы меня судите? Я не хуже других. Но истина говорит о том, что если мы поступаем так, если мы не признаем свой грех, если мы не признаем свою наклонность к греху, мы обманываем самих себя, и истина не от нас. Почему? Потому что если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Мы здесь сами выписываем себе индульгенцию. Когда мы говорим, что мы как все, и ничего страшного в нашей жизни нет, закрываем глаза на грех, мы говорим, я ничего плохого не делаю, тем самым мы сами себя оправдываем. Они сами себя оправдывали. Они сами, тем самым они говорили, что необходимости в том, чтобы меня оправдывал Христос, вообще никого и нет. Апостолам разумно говорят, послушайте, друзья, а зачем он тогда умирал? Зачем ему было на креслице? Зачем ему нужно было там висеть и страдать? Если вы ничего плохого не сделали, если вы не делаете ничего такого, чего не делают другие, зачем вам Христос? Разве это не кощунство и не богохульство, вообще признавать, что самому себя оправдывать? Поэтому он говорит, что правильное отношение христиан к своему грубою говорит, я согрешил, я нарушил Слово Божие, мне нужен Христос. Если говорим, что мы не загрешили, то представляем его лжиным, и Слово его нет в нас. Эта ложь, она распространена сегодня, и я боюсь, она часто нами недозамечена. Не замечена. Мы не замечаем ее. Мы говорим, я не делаю ничего такого, чего другие не делали. Но апостол Иоанн хочет, чтобы мы четко определяли, когда я делаю правильно, когда неправильно, и четко признавали. Он не хочет, чтобы мы жили в постоянном таком чувстве придавленности, ах, какой я грешник, я никогда из-за того не выберусь. Поэтому он говорит, кровь Иисуса Христа очищает нас от всего такого греха. Но она не дает нам индульгенцию, и она не говорит нам, ребята, да не важно, что вы делаете, вы все равно, как эти бабушка и дедушка, будете в раю, и не важно, как они жили, главное, что вы там будете. Сейчас очень модно верить либо в Бога, который любит всех, и всех прощает, всех принимает, без каких-либо усилий с нашей стороны. Сейчас очень модно рассуждать, как этот Бог вообще может человека отправить в ад. Сейчас модно об этом думать. Вы посмотрите, Бог никого не... Бог есть любовь. Бог никого не осуждает. Апостол Иоанн так не верил. Он верил, что мы грешники, он верил, что Бог нас любит, и он верил в то, что нам необходимо очищение от греха. Дети мои, все я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа Праведника. Он есть у вилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. Дети мои. Вот, прочувствуйте. Встает старец, 90-летний там, или сколько ему там. Он стоит перед семьей и говорит, рассказывает, я сегодня поговорю с вами о грехе. Он смотрит и говорит, дети мои. Правильно еще было бы сказать, деточки. И там именно в оригинале слово такое-то, деточки. Вот в этом слове все его отношение к грешникам. Потому что с одной стороны есть большая проблема в том, что люди говорят, мы не грешим и так далее, все делают то же самое, мы ничем не хуже, и нам просто нужно жить как все, и ничего страшного. Нет, Бог всех любит, мы все одинаковы. Это одна проблема. Есть вторая проблема. Люди постоянно себя грызут. Самоедство такое, знаете. Я и то сделал не так, я и то сделал не так, я опять сделал не так, я вообще ни на что не годят, я вообще никто, меня вообще никто не любит, я вообще ничего делать не буду, я вообще на всех обижусь, я вообще никуда не пойду. Потому что, а что, а вот я такой. Вот я такой, и все. Я ничего с собой сделать не могу. Вторая сторона медали. И к ним апостол Иоанн говорит, «Деточки, дорогие мои, в этом слове «дети мои» есть все его пастырское сердце, его отношение к людям, которые слушали его или читали это послание. Как он их любил. Он смотрел, он не говорил, «Да, это человек согрешил, но, ну, деточка, я тебя прошу, я тебя прошу, не греши. А если у тебя получилось так, у кого-то здесь сидячего, у тебя получилось так, что вчера ты согрешил, или сейчас согрешил, или перед выездом церковь согрешил, помни, есть тот, кто за тебя просит. И он не просто там где-то просит, да? Написано, это же апостол Иоанн написал, а те, кто приняли его, тому он дал власть быть детьми Божьими. Где Иисус Христос? На небесах. Духом Святым, где Он живет? В нас. Сам Бог в нас. Если ты согрешил, сам Бог в тебе, Он в тебе действует. Это не просто какая-то истина. Знаете, Христос отдельно, а ты должен прийти, выполнить ритуал, подписать договоры, сказать до свидания, мы разобрались, этого греха уже нет. Он в тебе. И Его работа заключается в том, чтобы через общение с тобой, через отношение с тобой очистить тебя от всякого греха. Здесь речь идет не только о прощении. Не нужно унижать отношения с Богом только до формальных взаимоотношений между сторонами. Сторона гневается, сторона не гневается. Он живет в тебе. И вот почему так важно, и мы всегда говорим о том, что важно общаться с Богом. Важно исповедовать Ему грехи, важно иметь отношение, потому что какие-то парадоксально непонятные вещи происходят, когда человек один на один с Богом общается и разговаривает с Ним. Вдруг ты преображаешься. Мы имеем Иисуса, Христа, праведника. Он живет в нас. Он просит перед Богом за нас. Он в нас действует. Апостол Павел говорил, а тот, кто действующий в вас силой, может сделать гораздо больше, чем вы тому, кто больше вас может сделать, чем вы даже помышляете, тому слава. Бог действует в нас. Бог живет в нас. Мы относимся, самоотношения имеем с Ним. В этом самая наша главная надежда. Наша главная надежда не только в том, что мы имеем право теперь на прощение грехов. Наша главная надежда включает в том, что Христос живет в нас, и у нас есть отношения с Ним. Я, когда был в отпуске небольшой раз, посмотрел замечательный мультфильм, такой, норовоучительный, по телевидению. И там, вот я сначала посмотрел, нахмурился, что вы опять морализаторствуете, какие-то вот детям мозги промываете. А там мультфильм такой, который вообще ставит, моделируется, как эта ситуация, например, там, ты хочешь, почему плохо врать? Вот ты всем рассказываешь, а то бабушке рассказываешь, бабушка хочет, чтобы ты был этим музыкантом, и ты пришел и рассказал бабушке, знаешь, бабушка, у меня в школе попросили на пианино сыграть, я буду выступать в концерте, и бабушка счастлива, а тебя никто не просил. И там объясняется, что это нехорошо бабушке врать, потому что когда бабушка узнает, она расстроится. И там куча таких вот дается ответов, которые я действительно слушал, и думал, с логической точки зрения они все правильно говорят. Не сильно, если бабушка узнает, что ты ей соврал, она расстроится. И еще больше тебя будет гонять в эту музыкальную школу. Или там, например, если ты всем рассказываешь, что у тебя дома там страшная гитара какая-то, на которой ты играешь, и все здесь все приходят. Почему? Потому что ты хочешь показать, что ты вот такой вот хороший перед всеми, что ты крутой, люди начинают тебя больше оценить. Потом приходите домой, и ты никак не можешь показать, потом все понимают, у них не только гитары нет, он еще и врут. Он еще вообще никто. То есть ты хотел подняться в глазах людей, на самом деле опустелся. То есть с логической точки зрения все очень хорошо рассказывается. Единственное, чего мне не хватило, а как это сделать? А как научить себя не врать? Как научить себя не бояться общественности? Почему мы часто боимся общественности или людей? Почему мы стараемся выглядеть лучше, чем другие? Зачем? Потому что когда люди будут думать о нас лучше, мы можем получить от них чего-то больше. Почему так многие сейчас занимаются пиаром, или паблик релейшнс, или взаимоотношениями с общественностью? То есть, другими словами, пытаются с помощью различных инструментов, в медиа или еще чего-то убедить других людей, что ты лучше, чем ты есть на самом деле. Или, по крайней мере, показать, какой ты есть на самом деле, потому что люди часто унижают. Многие обеспокоены тем, чтобы показаться лучше перед другими людьми. Иногда в этом ничего плохого нет, это помогает. Плохо это, когда ты пытаешься сделать так, что показать себя лучше, чем ты есть на самом деле. Почему мы это делаем? Потому что мы таким образом пытаемся приобрести какие-то блага, мы пытаемся сделать что-то лучше. Я помню, меня приглашали в одну из компаний больших, и говорят, не хочешь работать у нас с медиа? Медиа продукцию делать. Я говорю, что нужно делать? Он говорит, ну, понимаешь, нужно забыть там, что у вас журналисты стараются показать все, как есть, и показаться хуже, чем оно есть. Журналисты обычно стараются показать хуже, чем оно есть, чтобы их читали. Тебе нужно создавать виртуальный мир, виртуальную реальность. Я говорю, как? Создавать ту реальность, показывая то, чего на самом деле нет. Для чего? Чтобы люди о нас думали лучше. Мы постоянно пытаемся сделать себя лучше, потому что мы постоянно это пытаемся делать. Потому что мы таким образом выживаем. И только в христианстве, только перед Богом мы можем быть сами собой. Ты можешь идти к Богу и сказать, Боже, я такой, какой есть. Я не достиг ничего в этом. Я здесь, здесь мне не получилось. Здесь я согрешил, здесь я нарушил какое-то правило. Какой у меня выход? Я просто говорю, какой выход? Он есть умилостивление за грехи наши. Вот это слово, умилостивление, подумайте над ним чуть больше, чем секунду. Что такое умилостивление? Что такое Христос есть умилостивление? Очень сложное слово. Мы его в жизни не используем. Или кто-то использует. Кто последний раз использовал слово умилостивление на своей работе или в школе? Мы же не знаем, что это слово значит. Поэтому, такое смысл, когда мы читаем что-то, и мы не знаем, мы мимо него проходим. Умилостивление означает вернуть чью-то милость. Человек на тебе сердится, а ты возвращаешь его милость. Человек перестает на тебе сердиться. О ком здесь говорится? Умилостивление перед кем? Это то, что делали в Ветхом Завете, когда люди грешили, а потом приносили жертву, чтобы Господь умилостивился над ними. И Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши. Он отвращает справедливый днев Божий на наши грехи. Когда мы его принимаем, он по отношению к Богу восстанавливает наши взаимоотношения с Богом. Бог не гневается на нас благодаря Иисусу Христу. Бог проявляет всю полноту благодати и милости в нашей жизни, изливает силу, дает возможность победить грех. Поддерживает тебя. Дает тебе возможность преодолеть трудные ситуации, дает тебе успех в жизни, благодаря тому, что у тебя есть взаимоотношения с Иисусом Христом. Те ученые, с которыми сполемизируют апостолы, они говорили, слушай, ты неплохой парень, ты и так божественный, все у тебя хорошо. Не нужно говорить о своих грехах, просто старайся хорошо жить в этом мире. Их Евангелие заключалось в том, научись жить в этом мире и возьми от этого мира как можно больше. Евангелие Иисуса Христа, Евангелие, которое проповедует Иоанна, заключается в следующем. Бог хочет сделать твою жизнь полностью радостной. Он хочет тебя благословить. Признай свою нужду в нем. Признай свои грехи. Живи с ним. Он для того и пришел, чтобы наполнить тебя. Дальше мы переходим к той части, которую я бы назвал так. Как я могу быть уверен, что во мне действует эта вот Божественная сила? Как я могу быть уверен, что мне действует благодать, что Иисус Христос во мне действует? Откуда я могу знать? Может быть, это заблуждение все. Может, я стараюсь, может, я зря стараюсь с Богом ходить. Как я могу знать, что я на правильном пути? А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его? Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдают, тот лжец, и не от нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинная любовь Божья совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Возлюбленное, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя, есть слово, которое вы слышали от нас. Индикатором того, что я имею Божью силу и живу с Ним, является правильная жизнь. Если возникает вопрос, часто, что было первое, курица или яйцо? Сначала правильная жизнь и отношение с Богом, или отношение с Богом приводит к правильной жизни. люди постоянно... Люди постоянно... Тут простиша, допустим. А? Тут простиша. Тут простиша. Ну вот, она очевидна, я думаю, что все разумеют, что от божественной силы нам дарованы всяческие благословения, чтобы мы могли жить Божьей жизнью. То есть, от Бога нам дано это все. То есть, как бы очевидно. Но люди часто спорят. Например, думают, чтобы Бог меня благословил, мне нужно выполнить каких-то... часть пунктов. Вот Бог. И я думаю... С одной стороны, посмотрите на притчу о блудном сыне. Когда Бог благословил человека? Когда он вернулся. А? Когда он вернулся. Когда человек к нему вернулся, правильно? Человек был далеко, Бог его не благословлял. С другой стороны, когда Бог хотел благословить его? Всегда. Он стоял и ждал, когда Бог к нему вернется. То есть, Божье отношение к человеку не менялось. Жизнь человека менялась, когда человек бежал к нему. Поэтому, это может быть не такое простое, но то, что наша праведная жизнь и отношение с Богом взаимосвязаны, не может быть... Вот, опять же, он здесь полемизирует с людьми, они говорят, неважно, как я живу, главное, что Бог меня любит. Вот здесь же написано, да? Кто соблюдает Слово, кто говорит, я познал его, на заповеди его не соблюдают, тот лжец, нет в нем истины. А как? Он же здесь полемизирует с людьми, которые говорили, Бог меня любит, я с Богом, я божественен, у меня будет вечная жизнь, все будет хорошо, но... А то, что я заповеди не соблюдаю, это не так важно. Главное, что Бог меня любит. А если кто думает, что Бог меня не любит, смотрите пункт 1, Бог меня любит. Бог есть любовь, и все. Им нравилась эта часть, Иоанн. И многие из нас тоже так же живут и говорят, ну, друзья мои, самое главное, что Бог меня любит и что Он меня не отбросит. Самое главное, что Он со мной. А все остальное, ну, как получится. Иоанн говорит, нет, не это Евангелие. Евангелие заключается, что каким-то образом наша жизнь преображается благодаря общению с Иисусом Христом. И если твоя жизнь не преображается, если ты не видишь проявления, они могут иногда быть очень маленькие. Я с пасторской точки за ними могу сказать, что иногда очень трудно заметить маленькие подвижки в жизни людей. У меня была привилегия и честь такая наблюдать за разными людьми на протяжении вот уже там с 96-го года даже. И я вижу, как определенные подвижки людей есть, и я вижу, что благодать Божья в людям действует. Она иногда действует незаметно. И очень важно не поставить крест на людях и сказать, что вот, в нем ничего нет. Я говорю, а я вот вспомню, кем он пришел в церковь и кем он стал, и я вижу, что Божья благодать в нем действует. Почему? Потому что он с Богом общается. Поэтому важно не ставить крест. Но с другой стороны, есть люди, которые годами ходят, и ты ничего в них не видишь. И это не обязательно, чтобы Бог в них не действует, потому что мы никогда не знаем, что Бог действует в человеке или не действует в Бог в человеке. Но иногда бывает такое, что человек специально делает все против Бога. Ни в чем не изменяется, наоборот, ухудшается. Тогда нам нужно задать вопрос, а есть ли у него отношения с Богом? А что эти отношения с Богом разрушило? Может быть, убеждение в том, что Бог его и так любит, и все будет хорошо, и не важно, как он живет. Может. Может быть, убеждение в том, что как бы я ни старался, у меня ничего не получится, а я уже много старался. Может, еще куча всяких причин. Но факт остается фактом, что наши взаимоотношения с Богом каким-то образом должны отсказываться в нашей жизни. Мы должны становиться добрее, мягче, более любящими, более жертвенными, если мы общаемся с Богом. Сегодня мы обсуждали этот отрывок с моим отцом, утром был у него, и он задал мне вполне резонный вопрос. А как это не грешить? Что значит не грешить? Что значит не делать? Чего я не должен делать? Ну, логично, да? После он тоже, видимо, на этот вопрос отвечал. Он говорит, кто пребывает в нем, кто должен поступать, как он поступал. Как мы можем знать, что грех, что не грех? Посмотри на Иисуса и делай, как он. Не греши, значит, жить, как Иисус. В земной жизни я не имею его. Вот это не грешить. А что Иисус сделал? Любил людей. Он говорит, я пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю. То есть, я... Это Библия. Это всем известная наша фраза «люби Бога». То есть, когда выбор идет между Богом и человеческим, между Богом и твоим, выбирай Бога. Когда речь идет о том, чтобы и люби ближнего своего. То есть, относись к нему с милостью, как Бог относится. Как Бог относился к женщине, которая пришла попросить исцелить ее дочку. И она была не еврейской национальности. И он сказал ей, нельзя отдать хлеб сам, когда дети еще голодные. Она говорит, пожалуйста, дайте мне хоть крошки, собачки тоже едят. И он посмотрел, и там написано, что он с таким добрым отношением. То есть, как Иисус относился к каждому человеку, которому нужде состраданием. Это сострадание Спасителя. Когда Лазарь умер, Иисус прослезился. Когда кто-то болел, он его исцелял, даже несмотря на то, что это разрушало его репутацию. Помните, да? Он исцелил в субботу, и это привело к тому, что его там хотели побить, сбросить с обрыва, а он все равно исцелял, потому что он считал, что человеку нужно оказать решить его проблему. Вот это отношение наше должно быть друг к другу и к людям вокруг нас. Любящее отношение. Отношение с Богом приводит к тому, что наше сердце становится более мягким, что мы начинаем отдавать, что мы перестаем осуждать, что мы воспринимаем людей сейчас такими, какими и есть, отказываемся от своего. Вот это и есть не грешить. Мы очень часто приходим к очень простой форме. Не грешить это значит не пить, не курить, не говорить плохих слов. не воровать. И у нас есть список небольшой. Если я как бы его формально выполняю, значит я не грешу. Все мои список гораздо шире. Вернее так, он намного более сложный, чем мы себе представляем. Не грешить значит любить. если кто-то знает, что нужно что-то хорошее сделать и не делать, это тоже грех. Все знают, что у меня есть средства и возможность кому-то помочь, а я ему не помогаю, это грех. Если у кого-то беда, а я вместе с ним не плачу, это грех. И я сам совершал такие грехи, потому что мои проблемы оказались более важными, или там мнение, или еще что-то. Но пребывание с Иисусом учит наше сердце и преобразует нас совершенно в других людей. Евангелие, которое проповедовал из апостола Иоанн, это Евангелие, которое говорит о том, что во взаимоотношениях с Богом, с пребыванием в Его свете мы становимся другими людьми. Как это видно? Через то, что мы начинаем больше любить. Это говорит о том, что если я сегодня сижу и думаю, я хочу быть больше похожим на Бога, я хочу, чтобы в моей жизни было больше радости, я хочу, чтобы моя жизнь была чем-то другим, чем то, что я знаю здесь вокруг нас. Я устал от героев этого мира, от героев, которым все подражают, а потом оказывается, что это пустота. Смотрите, фотографии там с макияжем, без макияжа. Там, звезда телевидения без макияжа, смотришь, думаешь, тю, у меня соседка такая. А все восхищаются. Ты думаешь, тю, я красивее того. Шутка. Часто бывает такое, что вещи, которые нам кажутся вот такими классными, потом проверяешь, и дальше не пустые. Господь предлагает нам настоящие вещи, стать более похожим на Него, начать любить, так как Он любил, иметь радость от того, что исполняешь Его волю. Как это происходит? Пребыванием в Нем. Пребыванием в том, кто умер за нас на Христе, чтобы мы имели другую жизнь. Отношение с Ним. И поэтому сегодня воскресный день. И я призываю вас, после того, как вы проведете время с семьей, поедете туда, куда не могли поехать в течение недели, посмотрите какой-то фильм, который очень хотели посмотреть, погуляете, поедите, выйдите полчаса, отключите телефон, пойдите на природу, сядьте, помолчите, чтобы Бог поговорил к вам. Пообщайтесь с Ним. Я на личном опыте знаю, что такие часы делают меня гораздо мягче по отношению к другим людям. У нас, понимаете, есть безграничное море благодати и возможностей, которые вот рядом есть. Но мы не успеваем в Него нырнуть, потому что мы слишком часто забываем. Мы забываем о том, что тот, кто пребывает в Нем, пребывает в Свете, может преобразиться. Мы ходим уставшие, нам жарко, мы там плохо пахнем, потому что море, мы не хотим в Него нырнуть. Сегодня, завтра, я спрошу, не говорите, я там пять часов буду с Богом общаться. Не делайте подвигов. Пятнадцать минут, тридцать минут. Побудьте с Ним. Вспомните о том, что говорится в послании Иоанна. И увидите, как ваше сердце от общения с Ним будет преображаться. Евангелие, которое проповедует Иоанн, это Евангелие силы. Но это сила другого свойства, чем мы привыкли. Мы думаем, что сила должна быть какая? Я изгнал, исцелил, преобразил, показался перед всеми, какой крутой. А Евангелие, она о силе, которая преображает наш характер, делает нас совершенно другим. на страницах Библии эта сила называется благодать. Благодать действует, когда ты общаешься с источником благодати. И тогда все у нас будет хорошо. Аминь.